друзья всем привет сегодняшнее видео посвящено обзору перестройки у меня новости на моей разводни попугаев перестройка большая большая перестройка я переделываю все вольеры и тем самым делаю капитальную уборку капитальную дезинфекцию в общем пока у меня все начинается с демонтажа вольеров сейчас вам сделаю небольшой кратенький содержательный обзорчик посмотрим ну пока мы увидим как как что разбирается и постепенно буду показывать как будут ставиться новые вольеры как будет делаться дезинфекция как будет делаться уборка в общем все потихонечку в следующих сериях вам обязательно покажу расскажу ну а пока смотрим демонтаж вольеров ну сейчас вы увидите кучи кучи трубы профиля деревяшки разные сетка в общем все и жара сегодня стоит и вообще весь весь месяц все недели стоит ужасная жара 38 35 но сплит система выручает вот там сзади меня вы видите вот там вот сплит система сейчас я ее отключил вернее она там сама что-то случилось поломалась жду жду наладчика мастер должен был сегодня приехать много давай завтра сегодня много работы в общем завтра придет мастер починить плитку будет работать полегче ну а пока разбираем сейчас все покажу и расскажу и так друзья вот видите окошко открыто из окошка нашего калиточка видно смотрите вот хотел обратить внимание на температуру вот вам пожалуйста 33 градуса это сейчас у нас 6 часов вечера а так днем пожарче самая максимальная была 38 вчера потому как с плитка сломалась значит вот эти парочки у меня остаются я домики снял потому что эти уже птенцов дали думаю пускай пока жара немножко продувает под кондиционером самого значит по порядку домик снял потому как бывает свет отключат перегрузка и тут жарко яйца варятся думаю пока это вот смотрите еще парочка эти пока остаются здесь остальные сейчас в новом помещении в пролетках здесь будет перестройка вот смотрите вылетели птенцы вот скворечник здесь уже пустой и вот они птенчики вылетели значит у нас первый малыш вторая мать третий отец 4 5 малыш 3 малыша в общем у меня дела здесь видите общий центр коридор как помните здесь у меня была прохожая часть слева были вольеры справа были вольеры вот сейчас обратите внимание вот еще там остается будет все разбираться вот уже разобрали вот полы двухэтажные там пол это вот ведро все сметаем убираем здесь есть вентиляционное окно одно и в том конце вентиляционное окно второе отопление от кто спрашивал как отапливается вот пожалуйста печка топится сюда насосом подается теплая вода горячая вода здесь птицам хорошо по поводу окон окна надо переделать хочу сделать чтоб окна открывались вот у меня одно окошко открывается здесь видите открывается но почему-то ручка отломалась вот надо чинить я не умею что с этим делать не знаю так это одно окно второе окно глухое третье окно глухое все надо окна поменять они тоже пластиковые но хочу сделать чтобы перед открывались на проветривание потому что вечерами тут лес рядом речка и довольно таки прохладный воздух будет заходить вот смотрите куча куча сетки вот куча дверцы видите вот такие дверцы были это сами сетка сама сетка кстати я использовал для карел 25 на 25 очень бывали такие случаи вот сюда карела засовывает голову а вот так наискосок сюда перец снова засовывает клювом зацепляется и душится но какарики часто так душились то есть эта сетка не очень пригодна для карела для какариков это вы видите уже разобранный профиль идем дальше покажу у меня тут еще птичка осталась надо будет пересадить это так обзор потому что пишите потому что спрашиваете как дела думаю надо показать рассказать вот дела идут хочу улучшения сделать здесь вот у меня ведь лестница на второй этаж здесь ничем не огорожен глаз тут хочу сделать как бы поднялся и пойдешь сюда вот это уберется тут будет как бы прошел здесь будет небольшой забор защита чтоб туда люди не падали потому что бывает ветврач приходит ей вот это вот мой лаз непривычно боится перешагивать надо сделать заборчик чтобы было удобно ходить потому что спросите что за ветврач ветврач это тот кто приходит раз в неделю там или раз в месяц но если надо экстренно то приезжает по звонку смотрит птицу рекомендует чем поить просто я лечить птицу не умею вы меня часто спрашиваете как лечить что давать не знаю ребята я развожу птицу но я не лечу у меня есть специальный сотрудник который получает за это зарплату так что по лечению пожалуйста не спрашивать или можно будет созвониться там проконсультироваться опять на платной основе через с помощью моего штатного ветеринара но это уже совсем другая история идем дальше так это вам показал птица посыпалась карелка пожалуйста это уже даже нет она не посыпалась вот эту самочку видите голова уже зарастает иди сюда вот голова зарастает ее щипал самец прям вот выщипал выщипал месяц два-три самца продал если новый хозяин самца меня смотрит привет ему в общем самочка зарастает что красиво становится вот там еще тоже есть желтенькая самочка у нее вон видите еще тоже лысые перья это тоже объедал ее самец но там объедал самец посильнее там прям спина вся была лысая это тоже дело не лечится просто мы поменяли самца сейчас самочки восстановятся и пойдут в паровку они хорошие по возрасту самый самый работать идем дальше друзья вот волнистые мои сидят выставочные им у меня в этом месяце в принципе уже почти год кто часто смотрит кто вернее смотрит помнит историю за этих птиц птиц я приобретал в сентябре по моему или в августе общем им скоро год будем вешать скворечники но я думаю сейчас как раз перетрубация пройдет переделаю варьеры хочу сделать это чтобы были в пролетке что птичка летала в пролетке посмотрим начнем с пролетки если будет все хорошо то пускай остается если нет то с помощью пролетки я сделаю пары то есть кто кого выберет повешу им домики в пролетке и потом когда самец самочку выберет они будут облюбуют домик я потом их с этим домиком перенесу в персональную клетку и буду заниматься именно по парам так продуктивней больше птенчиков можно добиться когда по парам когда вольер на вроде как время не меньше занимает но продуктивность падает а поскольку цели и задачи это разведение птиц то за время как бы это уже второстепенно нам надо сделать качественных птенцов и количество чтобы всем хватило в общем такие вот у меня новости на моей разводни вот видите тут я уже птицу пересадил буду расширять вольеры все друзья постепенно сделаю клетки все вам покажу какой материал будем выбирать освещение у меня обычные диодные лампы и три окошка здесь в принципе без лампочек нормально до скорой встречи обязательно подпишитесь поставьте лайк всего всем хорошего до свидания